Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! У нас очередной мукбан, как вы понимаете, с огромной пиццей, которую приготовила мама. И мама очень просила, чтобы она была в круглом виде и именно в этом ракурсе. Я объясняю маме, что в таком случае у меня на лице нет фокуса, да и вообще я выгляжу как-то странно. Но мама попросила разместить все вот так, так что, если что, претензии к ней. Еще плюс, мама вчера приготовила вот такой очень аппетитный пирог с вишней. Он достаточно нежный, неприторно-сладкий. Я бы еще, кстати, туда добавила немного творога. И можно даже снять рецепт на наш кулинарный канал. Здесь у нас не молоко. Обычно, когда я айран пью, многие думают, что это молоко. Нет, это айран. Спицы. Это прям самое то. И еще у нас здесь мой любимый грейпфрут. Приятного аппетита всем тем, кто кушает. Давайте приступим. Так, начну с этого кусочка. Очень классное тесто просто для пиццы. Идеальное. Обязательно переходите, готовьте. Я уверена, что вы перестанете заказывать пиццу. Последнее время в заказных пиццах мне не нравится колбаса. Но это, мне кажется, характерная особенность именно с Азербайджаном. Потому что у нас и в магазинах очень сложно найти хорошую колбасу. А в целях экономии пиццерии берут прям самую дешевую колбасу. И это вообще не вкусно. А когда ты делаешь пиццу дома, во-первых, если вы не любите колбасу, вы можете приготовить, не знаю, с курицей. И ананасом, например. Да с чем угодно. Сегодня в ютюбе был прямой эфир. Да, если честно, на мой вкус гораздо удобнее проводить прямой эфир в инстаграме, нежели здесь. Было действительно много людей. Очень много вопросов. Было настолько много вопросов, что я попросту не успевала отвечать. Я не могла остановить этот чат. В инстаграме это сделать можно. А в ютюбе то ли я не понимаю, как это делать, то ли это невозможно. Как же вкусно. Я даже вот эту корочку ем. В инстаграме попросила задать интересные вопросы. Вот я беру прям вот самый первый вопрос. Расскажи о плюсах и минусах деревни. Плюс, естественно, свежий воздух. Там прохладнее, чем в Баку. Крутые соседи. Здесь постоянно общение. Постоянно какие-то сплетни. У кого-то что-то происходит. Свежие фрукты. Как-то, я не знаю, веселее, что ли, там. Но я больше работаю, когда я в городе. Меня как будто ничего не отвлекает. Как-то больше всего мотивирует. Вообще, я в старости планирую обязательно построить какой-то двухэтажный дом. Не обязательно прям в глубокую старость. Можно даже после 50. Переехать в деревню. Завести собачку. Какую-то большую. Радоваться жизням. Знаете, больше всего, что мне нравится в деревне, у тебя просто исчезают все комплексы. Все девушки без макияжа, натуральные. И дело не в том, что они как бы не ухаживают за собой. Они ухаживают за собой. Просто не видят смысла наносить тону косметики. Да и вообще, мне самой тоже исчезно, когда я нахожусь там. Вообще, не хочется краситься. И когда я вижу этих девушек, я понимаю, что высыпание на лице это нормально. Какие-то неровности, расширенные поры, это нормально. Людей с прям идеальной кожей очень-очень мало. Уходят прочь разные комплексы. С какой принцессой Диснея ты можешь себя сравнить? На кого похожа? Осел и шайка. Мне больше ничего не приходит в голову. Не знаю, герой, на которого мне кажется, я похожа. Это осел и шайка. Я вечно со своими советами. Даже вот по отношению к подругам. Вы знаете, порой, если твой друг бросается, например, с обрыва, к примеру, да, условно говоря, образно говоря, многие скажут, это его выбор. Хочет, пусть бросается. это его жизнь, он решает. Но я до последнего буду уговаривать человека, что нет. Короче, лезу к людям со своими дурацкими советами. у меня была подруга, не то, что подруга, знакомая, так скажем, это была подруга моей подруги. И, в общем, моя подруга, она общалась с одним парнем, который сказал мне и ей о том, что я как бы не серьезен с ней абсолютно, я просто с ней время провожу, да мне она вообще нафиг не нужна и так далее. Я этой девочке говорю, давай ей расскажем. И она говорит, да, она его слепо верит, в конце мы будем виноватыми, не нужно. Я решила взять весь груз ответственности на себя, решила пойти все это рассказать подруге и в конце я как бы оказалась плохой. Я завидую. Было много моментов, когда я пыталась открывать глаза и вот та подруга, которая просто сказала, они сами разберутся, я лучше просто не буду лезть, она как бы оказалась права. Вы знаете, я просто не смогла доказать, что он так сказал. В конце получилось так, что у меня нету парня, я завидую, что у нее есть отношения, поэтому пытаюсь все испортить. Он не так имел в виду, он сказал совершенно по-другому. Я все это дело перекрутила, но я была бы рада, если бы мне об этом бы сказали. вообще я с огромной любовью отношусь к женщинам, то есть, например, какая-то девушка уведет у меня парня, я не буду обвинять в этом девушку, я буду обвинять парня в этом. или, например, мой парень время от времени отвечает своей бывшей. в этом не виновата бывшая. Причем здесь она вся вина целиком и полностью на парня. Это же не собачка, которую можно просто в один миг увезти. в общем, я порой пытаюсь сделать типа хорошо, как кажется мне, но мне просто почаще нужно держать изглез зубами. И тогда у меня все будет отлично. вообще запомните одну вещь. Если подруга действительно искренне говорит вам что-то про вашего парня, скорее всего, она не просто это придумала. Зачем ей это придумать? Чего, мужчин мало. Как бы это жестоко ни звучало, если бы я знала, что, например, муж моей подруге изменяет, я бы не смогла об этом молчать. Возможно, я плохая подруга. но просто, наверное, изнутри меня бы это убивало. Были, знаете, разные неприятные ситуации касательно ее парня и меня. Просто мелочь вот там. Он, например, врал ей о ее подарках. Например, он купил подарок за одну цену, а я ей говорила за другую. Причем увеличивала эту стоимость раза в три. Я ей говорила, что это стоит не столько. Вот ответ опять получала, типа, почему ты лезешь? И ей, с одной стороны, была права. какая мне разница, врет он ей, не врет и так далее. Некоторые парни всегда говорят, что у их девушек есть змея-подруга. Так вот она, змея-подруга. Вот интересный вопрос. Наверное, интересный и не для всех, но мне все-таки хочется ответить на него, как пережить расставание. На мой взгляд, наша эмоциональная привязанность, она по большей степени существует у нас в голове, чем она есть на самом деле. Мы начинаем вспоминать какие-то вещи, слушать какие-то грустные песни, продолжаем не удалять фотографии совместные, читать переписки и так далее. тем самым мы делаем больно себе. Я просто поняла это со временем. Становилась старше и начала кое-что осознавать. момент расставания естественно никому не хорошо. Вот когда вы расстались, дайте себе где-то три дня прийти в себя. вы можете рыдать, плакать, истерить и так далее. Позвольте себе делать то, что вы хотите. но потом уже соберитесь и удалите абсолютно все фотографии, все песни. не следите за бывшим в соцсетях. Как только вы полностью излечитесь, сразу на горизонте появится бывший шикарным букетом. у меня было так. Очень сочный, вкусный грейпфрут. Сладкий, кстати. следующий вопрос. Вы чистокровная азербайджанка? Нет, я не азербайджанка, я чистокровная резгинка. У меня и папа резгин, и мама. И они когда женились, тоже они женились по принципу национальности. То есть бабушка искала именно резгинку. Для нее очень важна была национальность. Было реально очень-очень вкусно. Рецепт на пиццу я вам оставила и в сообществе, и постараюсь не забыть и оставить под этим видео. Обязательно переходите, готовьте, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю. Пока.